Я кричу реке Между тем, автор был серьезным композитором и даже заместителем министра культуры РСФСР. Я ищу человека, чтобы было легко с ним и просто. И лишь близкие знали все свои песни, Александр Флерковский посвящал одной женщине – любимой. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. Сегодня вы узнаете, как одна встреча изменила судьбу Флерковского. В нее невозможно было не влюбиться. Что заставило академического композитора писать для эстрады. Именно это была первая песня, которая у рождественского стихотворения превращена в песню. И как крепкий сон музыканта едва не лишил нас эстрадного хита. И не в зимах, в просторах наших, но в небесах крылами наших, Белая лебедь, подруга весны. Белая лебедь, белая лебедь, подруга весны. Отзвенила последняя нота песни «Белая лебедь», грянули аплодисменты. На сцену вышел автор Александр Флерковский. Зрители стали хлопать еще громче. Композиция была по-настоящему популярной. Весь год ее крутили на радио по заявкам слушателей. Поэтому она и оказалась в финале песни «72». Но о том, что Белая лебедь появилась на свет только благодаря невероятной цепочке чудесных совпадений и великой любви, знали единицы. Летом 1971 года на Мосфильме начались съемки картины «Русское поле». Режиссер Николай Москаленко решил создать по-настоящему народное кино. Сценарий этой идеи соответствовал, но его надо было подкрепить музыкой. Композиторов приглашали одного за другим. Режиссер давал им одно задание – сочинить главную тему картины. По мнению Москаленко, ни у кого не получилось. Наконец он решил обратиться к Александру Флерковскому. У него само природное дарование, оно, знаете, такого моцартовского уровня. У него настолько был великолепно развит слух, память, музыкальность, природность, да? И какой-то сам по себе человеческий темперамент и чуткость, и восприятие мира – это действительно был такой редкий, уникальный человек. Москаленко лично позвонил композитору и получил вежливый отказ, мол, занят. Должность заместителя министра культуры РСФСР отнимает много времени. Какая голова должна быть после всяких совещаний, там, там, конкурс, там, я не знаю, вопросов, которые касаются и как вот коллективов, так и конкретных людей. Там объем работы просто огромный. Тогда режиссер предпринял обходной маневр – отправил сценарий композитору домой. Флерковский пришел с работы, супруга Лариса Матвеевна вручила ему сценарий, мол, принесли, посмотри хотя бы по диагонали. Тяжело вздохнув, замминистра принялся отчитать. А потом оторваться от этого сценария он не мог. Судьбы героев его очень захватили, во многом перекликаясь с его собственными детскими воспоминаниями, впечатлениями. И он понял, что это его картина. И когда они созвонились с режиссером этой картины, Николаем Ивановичем Москаленко, и он услышал вопрос, готовы ли вы работать, то ответ был однозначно да. Знал бы Флерковский в тот момент, на что соглашается. Ведь с режиссером он лично прежде знаком не был. А Николай Москаленко слыл человеком весьма специфическим. Порой даже казалось, что он где-то переходит какие-то грани, такие авторитарные. И он поначалу папе, ну так вот в кавычках, указывал, какой должна быть музыка. Притоптывал, присвистывал, показывал, вот здесь такая тема, здесь такая. Флерковский терпел, исправлял, переделывал. Однако песню, которую он написал вместе с Дербеневым для героини Нонны Мордюковой, режиссер принял сразу. И Флерковский вспомнил все свои поездки в колхозы, по деревням. И он буквально за одну ночь написал такой гениальный шедевр для Нонны Мордюковой. Говорила мама мне про любовь обманную, да напросто тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Два месяца интенсивной работы миновали, оставалось сочинить главную тему. Но именно она никак не получалась. Шли дни, недели и ничего. И вдруг во сне Александр Георгиевич услышал ту самую мелодию. Это было озарением. Он тут же вскочил, позвонил режиссеру и, положив телефонную трубку на рояль, наиграл. Мозг Оленко одобрил, ее слышала мама. Слава Богу, главный, главный момент, такой самый эмоциональный найден. Можно вздохнуть с облегчением. И композитор, не записав музыкальную тему, уснул. Впервые за последние месяцы спокойно и крепко. А утром не смог вспомнить ни одной ноты. Естественно, мама тоже очень переживала этот момент. И все, что он пытался написать взамен или нащупать эту мелодию второй раз, оно ни что ни в какое сравнение с тем первоначальным, можно сказать, богоданным мотивом. Александр Георгиевич был в отчаянии. Жена тоже пыталась вспомнить мелодию, ведь слышала же. И ей так понравилось. Но в памяти был будто черный провал. И это при том, что она, человек с консерваторским образованием, все, что сочинял муж, всегда запоминала с первого раза. И как бывает в жизни, когда кто-то один забывает слово, и тут же его забывает другой. Вот что это за механизм? Вот точно так же забыла эту мелодию мама. И, конечно, они были в таком хорошем трансе. Лариса и Александр познакомились в Московской консерватории. Она, первокурсница, счастливая от того, что поступила, бежала по лестнице вверх. Он, старшекурсник, озабоченный общественными делами, спускался вниз. Как говорится, их глаза встретились. Мама была очень красивой. И это без малейшего преувеличения. Это вот она, родись не здесь, сложись ее судьба иначе. Это вот звезда мирового кино могла бы быть с такой внешностью. Она была типа Татьяны Дорониной, но строже. Вот у нее какое-то есть и материнство, и женственность, и мудрость, и профессионализм. Не в каждой женщине такое найдешь. Она очень приветлива была и излучала какое-то тепло, добро, вообще все. Поэтому в нее невозможно было не влюбиться. Александр влюбился. Да так, что впервые сочинил песню. Благо подходящие стихи нашлись у друга, поэта Вадима Семернина. Ее сходу исполнил сосед Саши по комнате в консерваторском общежитии, Женя Кипкало. Нам с тобой молчать хотелось, В этой чудной песне пелось, О любви, о любви, о любви, любви. Показать красавице Ларисе свою первую песню Александр почему-то боялся. Куда делась его решительность? Человек, знаете, такой очень открытый, щедрый. К нему все время притягивались, с ним было очень интересно. Он был очень остроумный. Он в любой компании был всегда ее центром. Впрочем, период робости длился недолго. Александр набрался храбрости и подошел к Ларисе, пригласил на новогодний бал. А она согласилась. Договорились встретиться у памятника Тимирязеву у Никитских ворот. Однако в назначенный час девушка не пришла. Счастье влюбленного юноши сменилось отчаянием. Откуда ему было знать, что у Ларисы случилось ЧП? Портниха, шившая ей выходной наряд, не успела закончить работу. Платье было скроено и наметано на живую нитку. Ну, не прострочено. Но портниха ей сказала, не плачь, пойдешь так. Только смотри. Ни в коем случае не влезать ни в какие трамваи. Пойдешь пешком. С платьем ничего не случится. Но помни, это вот что-то мне напоминает сказку о Золушке. Только чуть-чуть наоборот. Мама, вот такими шагами. Зимой. Зимы были не как сейчас. Она шла на этот новогодний вечер. И когда она пришла к этому памятнику, надежды у нее не было никакой, но она все равно шла. Валил снег, стемнело, а коченевший Флерковский упрямо ждал. Она увидела около этого памятника движущийся сугроб. В общем, папа ее дождался. И он ей ни одного слова упрека не произнес, когда увидел вот эти блестящие. Они пошли на бал и были там, наверное, самой красивой парой. В ту праздничную ночь Александр и Лариса не присели ни разу. Танцевали до рассвета. Наутро договорились встретиться уже не у памятника. В ЗАГСе. Я думаю, что этот талант, конечно, решил все. Потому что, ну, в общем, он, конечно, сам по себе замечательный человек. И приветливый, и, видимо, и веселый. И, ну, все в нем замечательная масса качеств. Но я думаю, талант все-таки это, знаете, всегда привлекает очень людей. На свадьбу Александр Флерковский подарил своей невесте ту самую песню о любви. Ларисе песня очень понравилась. Она просила, пиши еще. Но Александр в тот момент сочинял цикл фортепианных прелюдий и о песнях даже думать не хотел. Смотрите далее. Как Верковский сочинял шлягер для Эдиты Пьехи. Броневицкий по праву дружбы попросил другого более удачливого товарища помочь ему с карьерой. Почему композитору песнику предложили пост замминистра культуры? Был очень ценным человеком. Таких, в принципе, ищут. И кто помог белой лебеде вернуться из небытия? Нужно понимать темперамент этих людей. Дождаться утра они не могли. В этом мире, в этом городе, там, где улицы грустят, а летят, Ходит где-то самый умный, самый гордый, самый лучший человек на свете. Если бы в мае 1955 года кто-то сказал выпускнику консерватории Ферковскому, что через 4 года он станет популярным композитором-песенником, Александр бы только рассмеялся. Он как раз собирался в фольклорную экспедицию на Алтай, собирать музыкальный материал для дипломной работы. А народные песни уж точно не вывели бы его на эстраду. Но, как говорится, мы же только предполагаем. Задачи там были простые – собрать народные напевы. И там он совершенно случайно встретил местного паренька, который приехал из Литин-Института, также в свои родные места, Роберта. Фамилия у Роберта была Рождественский. В тот год вышел его дебютный сборник стихов. Да они же были пацаны. Никому еще был не нужен Роберт Рождественский, вы поверьте. А тут совпало – одному надо сдавать диплом, выпускаться, что-то показывать мастеру, а у другого – вот то, что он имеет. Начинающий композитор положил на музыку одно из стихотворений начинающего поэта. Появилась песня «Твое окно». По счастливому стечению обстоятельств именно это была первая песня, которая у рождественского стихотворения, превращенная в песню, а у Флерковского – то, что стало ротироваться на радио. И к нему пришел первый успех. Флерковский на этот успех большого внимания не обратил. А вот его друг Александр Броневицкий, руководитель ансамбля «Дружба», обратил и попросил что-нибудь написать прицельно для Эдиты Пьехи. Это был взаимный интерес профессиональный. Один Броневицкий по праву «Дружбы» попросил другого более удачливого товарища помочь ему с карьерой. И тот согласился, и они взаимно друг другу стали помогать. Песня на заказ. Так еще Флерковский не работал. Но можно же попробовать. Александр полистал сборник своего приятеля Роберта Рождественского и выбрал стихотворение «Стань таким». Если я тебя придумала, Стань таким, как я хочу. Успех песни в исполнении Пьехи ошеломил композитора. Особенно последствия. На Флерковского посыпались заказы. Вот только новый хит появился нескоро. Песня на стихи Танича и Шоферана «Так уж бывает в исполнении Кристалинской» прошла незамеченной. Ссорятся люди, мирятся люди. Кто-то полюбит, кто-то забудет. Так уж бывает, так уж выходит. Кто-то теряет, кто-то напудет. А когда на эти же стихи музыку сочинил Ян Френкель и ее спела Эдида Пьеха, композиция стала хитом. Так уж бывает, так уж выходит. Кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то теряет. А кто-то находит. Точно. Александр задумался всерьез, в чем же секрет Шлягера. И пришел к выводу, что однозначного ответа не существует. Но это-то и интересно. Всякий раз, как в рулетку, получится или нет. Я твердила о моряхах и кораллах. Я поесть мечтала суп черепашей. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. Эту песню Фрерховский и Рождественский писали специально для героини Татьяны Дорониной в фильме «Еще раз про любовь». Решили сделать стилизацию под песни Навеллы Матвеевой. А весной линяют разные звери, Не линяют только солнечный зайчик. Стилизация получилась настолько хорошей, что песня сразу же ушла в народ. Причем все были абсолютно уверены в авторстве. Ну, конечно, Навелла Матвеева. Кто же еще? Фрерховский очень этим гордился. У него столько известных песен, люди просто не знают, что они его. Но они общеизвестны. Он писал и для Пьехи, и для всех, для Кобзона, для многих. Позови, я сумею Целый мир отшагать за тобой Чтобы ты называл меня Называл меня тихо женой Мама часто шутливо упрекала папу. Он говорил, Алик, да что же ты такое? Ты одной певице посвятил другой. Что же ты, когда же ты наконец мне-то что-нибудь посвятишь? На что он ей отвечал, что тебе посвящено все мое творчество. В 1970 году Александр Фалерковский был уже признанным композитором-песенником. Параллельно писал симфонические произведения и никаких изменений в своей профессиональной жизни не ждал. И тут его вызывают в Министерство культуры РСФСР и предлагают, уму непостижимо, занять пост заместителя министра. Папа всегда сам принимал все свои решения. Причем он принимал их быстро, долго не рефлексировал и был верен своему слову, как людям это слово дано, так и о себе самому. Он решил, значит, все. Да, решение Фалерковский принимал быстро. Но тут взял время на размышления. Конечно, он всегда занимался какой-то административной деятельностью. И во время учебы, и потом в Союзе композиторов. У него это получалось. Организовать людей, выстроить алгоритм работы. Он видел стратегии, видел будущее, понимал, как нам надо развиваться. Он в этом плане был очень ценным человеком. Таких, в принципе, ищут. Но министерская должность займет все его время. А как же музыка? Уйдет на второй, третий план? Несколько дней Фалерковский взвешивал все «за» и «против». Наконец, решился. Он примет предложение. И его жизнь тут же круто изменилась. Он открывал, например, Красноярский театр оперы и балета. Просто переселился в Красноярск на это время и тщательно формировал труппу, оркестр. Люди, когда спускались с самолета, они получали ключи от благоустроенных квартир, в том числе музыканты оркестра. Он вывел джаз из тени. Он дал ему государственное финансирование. Эти музыканты стали равноправными членами творческих коллективов со всеми правами, как и другие артисты. С семьей Александр теперь виделся редко. Но где бы ни был, старался звонить ежедневно. Надо было ему срочно дозвониться по какому-то поводу в Москву. А там все занято и занято. Ну что делает Александр Георгиевич? Там еще не было ни сотовых, ничего. Он идет в соседний санаторий, где есть телеграф. И отправляет жене телеграмму. Положить трубку, нужно поговорить. Дошла телеграмма. Он позвонил. И они с ней пообщались. То, чего опасался Флерковский, разумеется, случилось. На творчество времени не оставалось совсем. И тут это предложение. Музыка к фильму «Русское поле». Александр Георгиевич сократил время присутствия на заседаниях, договорился о дополнительных выходных. Это была воистину работа вдохновенная, но очень непростая. Папа ездил на съемки. Он уникал, причем с большой такой активной подачей режиссера в тонкости создания этого фильма. Которую Флерковский искал несколько недель и которая пришла к нему во сне, исчезает из памяти. Сложно было сказать, кто переживал сильнее. Александр Георгиевич или его жена? Они были едины вокруг главного. Это главное – это была музыка. То есть они оба были фанатично преданы и очень сильно любили то, чем они занимались. То есть у них сразу была общая тема и единство взглядов. Александр Георгиевич уезжал на работу, а Лариса Матвеевна садилась за рояльей, наигрывала одну мелодию за другой. Вдруг вспомнится та забытая. Мама создавала творческую атмосферу. Мама переживала невероятно все, что с ним было связано в творческом плане. То есть это больше даже через ее нервную систему, через ее нервные окончания проходило, чем через папины. Однажды поздним вечером, после очередных бесплодных попыток вспомнить или сочинить что-то новое, Флерковский заснул. Лариса тоже. В ту ночь ей все-таки приснилась та самая мелодия. И она будит папу и напевает ему эту мелодию. Он вскакивает, скорее ее записывает и звонит Москаленко. Москаленко вызывает такси. Нужно понимать темперамент этих людей. Дождаться утра они не могли. Он приезжает, он ее слышит, а это будет так, а это будет так. И прямо вот с ночи в утро пошел творческий процесс. Это одна из самых прекрасных, сумасшедших, счастливых, полных взаимным приятием, огнем работы ночей в папиной жизни. Я думаю, так. Маминой, конечно, тоже. Это был у них праздник такой настоящий. Так вернулась кульминационная тема этого фильма. Она вернулась через маму. Тут же было решено сделать эту мелодию не только литмотивом всего фильма, но и песней. И ледины растают, и высушит ветер следы бурги. И снова разбудят меня на рассвете весны шаги. И песни повадятся бегать от окон к речной кассе. Картина вышла на экраны в феврале 1972 года и заняла четвертое место в прокате. Песни из фильма сразу же полюбились всем. Ох, мамочка, пели везде и всюду. Ох, мамочка, пели колонны, проходя мимо дома, в котором мы жили. Ну, а песня потеряла автора. Она стала, в общем, для многих народной. Наверное, это высшее признание. А «Белая лебедь» вышла в финал конкурса «Песни года» и оказалась на эстраде. Песня «Песня» Работа в картине «Русское поле» вернула Александра Флерковского к музыке, будто дала ему второе дыхание. Композитор вновь стал писать, и много. Каким-то чудом он все-таки сумел совместить творчество и работу в министерстве. Но та потерянная и найденная песня стала для него самой любимой. Неудивительно, что и сегодня многие из нас помнят ее наизусть.